Из 81 года истории Хабаровского края, пожалуй, самыми интересными и насыщенными событиями были 1990-е годы. Правда, события это были, как правило, тревожные, особенно в 98-м году. В августе был дефоут. А 7 октября на вещевых рынках Хабаровского края состоялась всекитайская акция протеста. Торговцы из КНР одновременно, ровно в полдень прекратили торговлю, чтобы выразить свое недовольство ужесточением правил торговли. До этого каждый из них платил в день по 30 рублей за торговое место. Но с октября эту сумму увеличили до 100 рублей, после того, как в результате дефоута рубль по отношению к доллару и юаню подешевел в несколько раз. Люди сколько зарабатывают, уже немножко зарабатывают, сейчас кушать не хватает. Народа, похоже, мало. Покупай мало. Еще штраф много. Каждый день почти милиция сюда собирает деньги. А за что штраф-то собирают? Не знаю. Если без налога, штраф. Без сертификата, тоже налога. Кратификаты качества, о которых шла речь, стали требовать продавцов на рынке с начала 98-го года. Разумеется, ни у кого из торговцев их не было, и за это их регулярно штрафовали. Это вызывало особое негодование. Покупатель, которому нужен товар с сертификатом качества, не пойдет за ним на китайский рынок. Если у меня покупали, у меня все место есть. Но у меня покупали, я ездил браком, поминаю. Осенью 2000 года улицу Муравьева-Амурского замостили тротуарной плиткой. До этого тротуары главной улицы краевого центра были покрыты асфальтом, который из-за плохой укладки и особенностей климата постоянно трескался и проваливался. Поэтому решили лицо города и края выложить камнями, как до революции, чтобы провалы и трещины были не так заметны. Это было частью общего плана реконструкции Муравьева-Амурского, во время которой привели в порядок фасады исторических зданий, расширили проезжую часть и поменяли фонарные столбы. Кроме того, должны были заменить и тополя, из-за которых весь город покрывался пухом. Породы деревьев специально подбираются, управление зеленого строительства, и, скорее всего, это будут не тополя, ныне стоящие и уже устаревшие. Сколько себя помню, Хабарас всегда хотел избавиться от тополей, тополейного пуха, но не получается. Кстати, реконструкцию центра Хабара сказатели после того, как он стал столицей Дальневосточного федерального округа. Тогда же было принято решение выпустить банкноту с изображением Дальневосточной столицы. Первая партия пятитысячных купюр прибыла в Хабаровск в октябре 2006 года. Во время презентации банкноты в региональном отделении Центробанка выяснилось, что еще в 2000 году втайне от жителей Дальневосточной столицы был определен внешний вид пятитысячной банкноты. Работники Центробанка сюда приезжали, мы выезжали и показывали наши достопримечательности нашего города, они их фотографировали. В Хабаровске разработчикам эскиза новых денег предложили изобразить на них памятник Ерофею Хабарову, но он на деньгах смотрелся не так хорошо, как Муравьев Амурский. К бронзовому графу добавили Амурский утес, мост через Амур, недавно открытый после реконструкции, а также белогрудого медведя, уссурийского тигра и красную рыбу. Но животных на банкноте надо еще найти. Скрытые изображения обеспечивают защиту от подделок. Из уважения к родине новых денег, свеженапечатанные купюры сначала отправили в Хабаровский край, а только потом в Москву и Петербург. У кого заработная плата, вот наступают сроки заработной платы, вчера были, сегодня, завтра. И если кредитная организация у нас их попросила, она может их выдать. Купюра с символами Хабаровского края остается и в обозревом будущем останется самой крупной банкнотой страны. И это лишний раз подтверждает. Истинная столица Дальнего Востока по-прежнему здесь.